Главная идея цикла развлекательных мероприятий под названием «Видновский край как русский каравай» – дружба народов. Ведь в городе проживает много представителей разных национальностей. Это праздник единения, праздник радости, что наш видновский край дружелюбный, гостеприимный, дружный. И здесь у нас присутствуют национальности, которые проживают на территории нашего Ленинского городского округа. Меня зовут Лия. Мы приехали из Мариэл, город Воск, поддержать группу «Соловушки». Программа была проведена на нескольких площадках – в Центральном и Расторгуевском парках, в микрорайоне «Зеленой аллеи», на улице Фокина и в Сосенках. Для жителей разных возрастов в рамках мероприятия были подготовлены веселые конкурсы и игры, интересные викторины, а также всеми любимые песни и танцы. Нам очень понравились танцы. Да, танцы красивые и веселые. Очень зажигательные. Нам очень понравилось. Так бы каждый день. Парк Сосенки – это круто! Местная жительница Наталья Берченко пришла на праздник с дочкой. Шестилетняя Ева выступала на сцене с танцевальным номером «Матрешки». Девочка три года занимается в ансамбле «Соловушка». Очень понравился праздник сегодня. Дети готовились, дети одели красивые костюмы. Нам очень понравилось. Спасибо большое. Мы здесь живем рядом, очень любим это место, потому что здесь хорошая сцена. Ее построили в этом году. Музыкальная программа была насыщенной и разнообразной. Участниками концерта помимо профессиональных артистов стали воспитанники творческих кружков Дворца культуры. Калинка, калинка, калинка моя. Саду ягода, малинка, малинка моя. Вася Иваник занимается вокальной студией. Рассказывает, что очень ответственно подходит к выбору своего репертуара. Мы выбираемся вместе и слаженно. То есть, если мне не нравится песня, мы продумываем друг, какие варианты. Изюминкой программы стал каравай. Каждый кусок в завершении праздника был передан представителям территориальных отделов. Заместитель начальника территориального отдела «Видное Центральный» Елена Федорова, получив заветный кусок каравая, должна была отнести его к кинотеатру «Искра» в день празднования Дня города, где проходили основные торжества. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.